Здравствуйте! В прямом эфире телеканал Алматы итоговой новости. В студии для вас работают Алия Абитова и Диас Махамбетов. Смотрите сегодня в выпуске. Дело об убийстве. Еще одну статью вменяет экс-министру Хуанды Кубешимбаеву. Плохо кормят, не меняют постель и организовали швейный цех в детсаду Алматы. Подробности в выпуске. Перебой со светом, перегорающая техника и уроки в темноте. С какими еще проблемами сталкиваются жители села в Акмолинской области? Более 50 зараженных за последние две недели в СКО. С чем связывают вспышку в хоре специалисты? На 10 суток арестовали певца Рахата Турлыханова за повторное избиение супруги. Информацию подтвердили в пресс-службе Алматинского городского суда. Ранее, после заявления жены, суд вынес ему административное предупреждение. Однако прокуратура опротестовала это решение. В итоге его обвинили по статье «Побои». Постановление вступило в законную силу. Напомню, в декабре прошлого года певец устроил дома скандал и нанес своей жене телесные повреждения. Позже в суде он признал вину, раскаялся и попросил производства по делу прекратить за примирением сторон. В октябре прошлого года Турлыханова уже привлекали к ответственности за рукоприкладство. Тогда супруга подтвердила факты и примирилась со звездным мужем. Ну а экс-министру нации экономики Куандыку Бешимбаеву вменили еще одну статью. В департаменте полиции Астаны сообщили, что его обвиняют не только в убийстве своей супруги с особой жестокостью, но и в истязании. По данным ведомства, сейчас участники уголовного процесса приступили к ознакомлению с материалами дела, после чего его передадут в прокуратуру. Напомню, бывшего чиновника задержали 9 ноября. В тот день в одном из ресторанов столицы была убита его супруга Салтанат Нукенова. Ранее в специализированном межрайонном следственном суде Астаны продлили арестку Астаны еще на два месяца до 9 марта. Крупную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Алматы. Организовала подпольный бизнес молодая семейная пара в селе Касцык. Супруги приобрели дом в садоводческом товариществе и пристроили помещение, которое оборудовали под лабораторию. Производственная площадка была полностью оснащена всем необходимым для синтеза запрещенных веществ. Это агрегаты для химических реакций, промышленные вытяжки и жарочные шкафы для просушки наркотиков. Стражи порядка во время обыска изъяли два нарколабораторных реактора, 100 килограммов синтетических наркотиков и более 800 литров прекурсоров. Борцам с наркопреступностью удалось пресечь реализацию 550 тысяч доз запрещенного вещества на сумму свыше 7 миллиардов тенге. Теперь задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Швейный цех организовали в частном детсаду Алматы. Об этом сообщили родители воспитанников одного из дошкольных учреждений в Бост-Андексском районе. Они говорят, что их детей плохо кормят и вовремя не меняют им постельное белье. В администрации детсада все обвинения в свой адрес отрицают. Стороны конфликта выслушала Аделя Бжаркенова. Родители, возмущенные условиями, в которых ежедневно пребывают их дети, сегодня собрались у детсада. По их словам, руководство учреждения необоснованно завышает ежемесячную плату, но это якобы не весь список нарушений. Во-первых, это качество питания. Вы видели все по видео. А второе, некачественное белье. В прошлом году находили клопов. Тогда это была другая заведующая, нам обещали все улучшить. Когда мы подняли все эти вопросы, проблемные, буквально неделю назад, оказалось, что на территории садика находится незаконный швейный цех. Оплата поднимается каждые полгода. У нас получается с сентября. До этого дети занимались по дополнительным секциям, кружкам за отдельную плату. После того, как нам сказали, с сентября повышается оплата и будет она 80 тысяч, все родители согласились. То есть с общей суммой детей это нормальная сумма. Тейквондо у нас не было. Хореография ведется просто вместе с музыкой. Как дополнительная отдельная секция ничего не было. Сам детсад частный, но работает с госзаказом. По официальным данным, здесь обучаются 206 детей. По программе «Балапан» из средств республиканского бюджета государство оплачивает стоимость услуг на дошкольное воспитание и обучение за фактическое пребывание детей. Родители оплачивают расходы на питание, а также по желанию за дополнительные услуги. В детском саду подтвердили, что оплата выросла, но это обосновано несколькими факторами. Изначально, когда мы открылись, была оплата 50 тысяч. Заработная оплата персонала также была в два раза меньше. То есть расходы у нас были намного меньше, чем сейчас. У нас есть финансисты, отдел финансов, которые сделали анализ по Бустандыкскому району, по садам. То есть наши коллеги оказывают услуги намного дороже, чем мы. После жалоб родителей меню для деток пересмотрели, заверили в администрации детсада. Между тем опровергли наличие швейного цеха. На сегодня, по их словам, в штате есть одна швея и несколько швейных машин. Это помещение для обслуживания нужд детского сада. Вот мы сейчас шьем как раз занавески, мы обновляем их. Обслуживаем и другие регионы, остальные восемь садов этой сети. Родители подали коллективное заявление в департамент по обеспечению качества в сфере образования. Они требуют снизить ежемесячную плату и устранить другие недочеты. В городском Акимате отмечают, что по факту обращения будут инициированы внеплановые проверки в дошкольные учреждения. Аделя Кжаркенова, Мирам Исабеков, телеканал Алматы. Вы смотрите новости далее в выпуске. Перебой со светом, перегорающая техника и уроки в темнате. С какими еще проблемами сталкиваются жители села в Акмолинской области? Более 50 зараженных за последние две недели в СКО. С чем связывают вспышку кори специалисты? Вы смотрите новости. Продолжаем выпуск. Перебои со светом, перегорающая техника и уроки в темноте. С такими неудобствами сталкиваются жители села Шубар близ столицы. Люди утверждают, что электросети у них не выдерживают даже небольших порывов ветра, дождя и буранов. Всего в населенном пункте проживает больше тысячи человек. Многие из них указывают и на проблемы с интернетом, связью и медпомощью. С жителями встретилась Мира Альжанова. Для жителей села Шубар, что находится в 18 километрах от Астаны, отключение электричества уже стало привычным явлением. Люди говорят, перебои со светом здесь зачастую случаются во времени погоды. Чуть-чуть ветер дунул, так все. Дождь пошел, все. Всегда отключается свет. И сидим потом. Больше 12 часов этот раз мы сидели без света. По словам жильцов, если отключается свет, останавливается и подача воды. Отопление также подается с помощью насосов, которые работают от электричества. В результате частых перебоев перегорает и приходит в негодность вся бытовая техника. Но это лишь полбеды. Сельчане также жалуются на плохую мобильную связь и интернет. По поводу скорой здесь. Допустим, здесь связь очень плохая. И дозвониться до них очень проблематично. Ну, если дозвониться, то они едут часа два-три. О проблемах в селе чиновники знают не понаслышке. Здесь имеется собственный медпункт, говорит сельский Аким. Многие, проживающие в населенном пункте, прописаны в столице. Именно поэтому обращаются чаще всего в городские больницы. Вопрос со связью на контроле. А основной причиной перебоев с электричеством Аким назвал небыкоприятные условия погоды. В связи с погодными условиями, аномальные условия, видите же, да? То снег с утками идет, то это вот, видите, сколько снега выпало? То снег, то потом тепло, то мороз. Как мне объяснили, вот эти изоляторы, они стеклянные, они не выдерживают этого. И мороз ударил, он треснул, все. Впрочем, непогода затрудняет и работу местных электриков. Из-за нулевой видимости найти причину и устранить неполадки получается не сразу. При этом частые перебои со светом из-за плохих погодных условий случаются и в соседних сиолах, говорят чиновники. Мира Альжанова, Нурлан Антигенов, Достань Тимур Бекало, телеканал Алматы, Акмолинская область. Тарифы за электричество пересмотрят в Казахстане. О том, что стоимость электроэнергии вырастет в ближайшее время, сегодня сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Регионы уже подали заявки на повышение тарифов. Однако чиновник утверждает, что резкого скачка цен не будет. Последние новости в сфере энергетики у Далина Сиповой. Из 40 предприятий, обеспечивающих страну электричеством, разрешение поднять цены на свет просят 24. Деньги нужны на возросшие траты. Дорожает газ, уголь и транспортировка. Почти 60% расходов ТЭЦ составляет топливо. Некоторые хотят поднять тариф сразу на 40%. Однако министр энергетики уверяет, что резкого подорожания не будет. Ранее повышения, которые были, они были направлены только на необходимое проведение капитальных ремонтов. И частично мы заработные платы подняли, включили. То есть, ну понятно, есть другие затраты, связанные со снижением потерь, связанные с реализацией инвестиционной программы. То есть, достаточно детально мы будем смотреть. Понятно, не допустим резкого роста тарифов на электроэнергию. Но вот, исходя из предварительного анализа, ну где-то более 20% цены могут вырасти для тех предприятий, которые подали соответствующие заявки. Потребление энергии растет с каждым годом. Ведомстве планируют модернизировать существующие электростанции и возвести новые объекты. В Кокшетау, Семе и Усть-Каменогорске намерены построить ТЭЦ совместно с российскими партнерами. Глава Самрукэнерго назвал примерную стоимость объектов. Под ТЭЦ Кокшетау техника экономического обоснования сейчас заканчивается. Закончено и должно быть загружено в госэкспертизу. По ТЭЦ Семей ТЭЦ будет закончено в марте текущего года. По ТЭЦ Усть-Камен ТЭЦ мы будем только приступать. Это 330 миллиардов, 270 миллиардов. По каждому из ТЭЦ приблизительно вот такие суммы будут. Сегодня в стране функционирует 220 электростанций. Дефицит электричества в Казахстане даже с учетом ввода новых объектов превышает 6%. Изменить ситуацию должен план по развитию отрасли, разработанный правительством. Даля Насипова, Данья Румарда, Стан Тимирбекулы, телеканал Алматы, Астана. Североказахстанская область переживает вспышку кори. Количество инфицированных выросло в несколько раз. Всего за две недели в регионе зафиксировали десятки заболевших. Большая часть из них – дети. Специалисты приняли решение дополнительно закупить больше 30 тысяч доз вакцин. Об эпидситуации в области расскажет Нургуль Алина. Ситуация в регионе по заболеваемости корью остается тревожной, заявляют специалисты. Только за две недели этого года подтверждено 54 факта. По итогам декабря 2023 число инфицированных за месяц увеличилось в 3,5 раза. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по заболеваемости кори в городе Петропавловске остается нестабильной. Если за 10 месяцев 2023 года по городу Петропавловск зарегистрировано 22 лабораторно подтвержденных случаев кори, в ноябре 2023 года уже 46 случаев кори, в декабре уже 139 случаев кори, за две недели 2024 года зарегистрировано 44 лабораторно подтвержденных случаев кори. По словам специалистов, большая часть инфицированных – дети. На сегодняшний день 17 пациентов с диагнозом кори проходят лечение в стационаре, в том числе 15 юных североказахстанцев, и только один из них получил вакцину. Если сравнение ситуации с прошлым годом, в этом году у нас ситуация по кори очень волнительная. На сегодняшнем в области имеется 265 медицинских пунктов, где можно вакцинироваться кори, и 95 медицинских пунктов, которые выездные могут привить против кори. На сегодняшнем в области имеется около 24 тысяч запасов вакцин. Стоит отметить, что подозрения на корь фиксировали в 358 случаях. Из них подтвердились 251. Большинство заболевших – жители Петропавловска. Вспышку заболеваемости специалисты связывают с несвоевременной вакцинацией. С 1 сентября в Казахстане начнется вакцинация детей против вируса папиллома человека. По словам врачей, этот недуг может привести к развитию рака шейки матки. По данным ВОЗ, онкологическое заболевание поднялось на пятое место в списке злокачественных. При этом самая высокая заболеваемость наблюдается в северных районах. Ежегодно от этого вида рака умирает около 600 казахстанок. Амина Усенова расскажет подробнее. Алматинка Айгуль Булат-Казы в прошлом году победила злокачественную опухоль. Женщина вспоминает, после полного обследования ей диагностировали рак шейки матки второй стадии. К слову, у пациентки от онкологической болезни скончались отец, тетя и две бабушки. Но несмотря на здоровый образ жизни, болезнь настигла ее. Будучи в Америке, она приехала лечиться на родину. У меня была вторая стадия злокачественная рака в агрессивной форме. И мне сделали операцию, я не могла после этого ходить, стоять. Мне седальщинный нерв был задет с правой стороны. Врач-неваропатолог я нашла. Она мне озвучила, вы никогда не будете ходить, все, вам инвалидное кресло. Сейчас 47-летняя Алматинка ведет свой блог в соцсетях, рассказывая о своей победе над страшной болезнью. По словам врачей, вирус папилломы человека можно выявить по изменению в ротовой полости. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, при своевременном лечении можно сохранить матку женщине. Главное – не запустить болезнь до крайних стадий. Вирус папилломы человека является причиной возникновения рака шейки матки. Это всем уже известный факт, и это единственная вакцина в мире, которая создана, и она показала свою доказательную способность от вируса папилломы человека, то есть предотвратить возникновение рака шейки матки. Во всем мире уже прививают мальчиков от вируса папилломы человека, потому что мальчики заражают девочек. Но мы пока встали на начальный путь, мы будем вакцинировать пока девочек от вируса папилломы человека. Вакцинация против рака шейки матки не содержит инфекционного агента. Мнение, что вакцина может пробудить другую болезнь, ошибочно. Она полностью безопасна и не вызывает никаких болезней, в том числе и рак шейки матки. Пик заболеваемости приходится на возраст 40-45 лет. Помимо традиционного скрининга, женщинам от 35 до 50 лет необходимо пройти дополнительное обследование на вирус папилломы. По данным ВОЗ, одна доза вакцинации обеспечит защиту на 10 лет, а повторная – на всю жизнь. Дипломатия – это большое оружие Казахстана. Обсуждая интервью Касымжмар Татукаева, отдельные эксперты отмечают, что в условиях нестабильности нашей стране удается эффективно совмещать стратегическую гибкость. При этом они говорят, что инициативы, направленные на развитие внешней политики, не должны идти в ущерб национальным интересам. Айдана Нураш продолжит. В условиях усиливающейся турбулентности на международной арене внешнеполитические действия Казахстана требуют большого внимания и постоянного анализа. Для развития на мировом рынке нам нужно не только наращивать свои конкурентные преимущества, как географическое расположение, аграрный сектор, горно-металлургический комплекс, отмечают эксперты. При этом, говорят они, успешное торгово-экономическое сотрудничество с соседними странами должно быть не в ущерб внутреннему рынку. Огромный рынок открывается. Но я думаю, здесь должна быть разумная политика. Наш президент знает китайский рынок. Китай хорошо эту страну знает. Предполагает, чтобы сотрудничество было равномерным. Выстраивать тесные политические связи Казахстану помогает принцип многовекторности, определенный географическим и геополитическим положением. Сбалансированное и прагматичное отношение к мировым событиям показывают положительные результаты, говорят эксперты, отмечая, что именно дипломатичность является сильным оружием страны. Политика не является, там нет вместо эмоций, сантиментов, прагматика. Это не значит, что мы не должны обращать внимание на нашу военную промышленность, на нашу оборону. Нынешний год для многих стран станет знаковым. Среди них и президентские выборы, которые ожидаются в США, России, выборы в Европарламент. Политологи говорят, что даже в период таких масштабных перемен Казахстан продолжит придерживаться своих политических принципов. Да, есть такая проблема, как санкции против России, геополитическое давление на Россию. Но, тем не менее, Россия остается нашим ближайшим партнером. То же самое, скорее всего, будет идти, речь будет идти и о Китае, если брать во внимание то, что сейчас идут в США выборы, и есть риск того, что бывший президент Трамп вернется. И это, конечно же, сильно осложнит взаимоотношения между Китаем и США. Но, тем не менее, какие бы отношения между вот этими крупными странами бы не были, Казахстан будет поддерживать достаточно прагматичные отношения со всеми своими партнерами. В своем недавнем интервью президент сообщил о проведении международного форума в столице, который пройдет с участием лидеров ряда государств и глобальных компаний. Там обсудят вопросы экологии, нехватки продовольствия и энергетической безопасности. Айдана Нурашко, Николу, телеканал «Алматы». Новые общежития, учебные корпусы и спортивно-оздоровительные центры появятся при Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. Все это в честь 90-летия вуза. За многие годы из Аль-Маматр выпустилась не одна плеяда сильных специалистов в разной области. Это около миллиона человек. Университет прошел несколько этапов своего развития и вошел в топ ведущих учебных заведений мира. Со знаменательным событием коллектив поздравил Аким Алматы и Ирбулат Досаев. На торжественном мероприятии побывала Аида Иманали. 15 января 1934-го зажглась свеча первого университетского занятия. Тогда в вузе функционировали всего два факультета. Сейчас их количество достигло 16. За 9 десятилетий Казну имени Аль-Фараби преобразился в одно из ведущих учебных заведений Центральной Азии. Университет прошел несколько этапов своего развития и вошел в топ ведущих вузов мира. В рамках юбилея планируется проведение масштабных проектов. Также планируется подписание соглашения с представителями бизнеса Китая и научными центрами вузов. Кроме того, в нашем университете будет запущен центр поддержки новых стартапов в области робототехники и роботизации. Сегодня Казну – единственный отечественный вуз, занимающий 230-е место в международном рейтинге университетов мира. Разделить юбилейные события в Большом зале собрались профессоры и глава мегаполиса Ербулат Дусаев, Аким отметил, что учебное заведение стало не только центром обучения, но и мостом, соединяющим различные культурные традиции. Сотрудничая с более чем 500 зарубежными вузами и научными центрами, Казну реализует программу двойного диплома с ведущими университетами Европы, США, Юго-Восточной Азии и России. Открыл свои представительства в Стамбуле и Бишкеке. Надо также отметить, что и в самом учебном заведении сегодня работают филиалы самых передовых технических университетов из России и Китая. В рамках юбилея при факультете химии и химической технологии открыли научно-производственный центр гальванических покрытий. Там будут обрабатывать металлические изделия для нужд машиностроения и приборостроения. Это электрохимическое производство, точнее цех по изготовлению гальванических покрытий. На данный момент здесь стоит линия цинкования, также планируется установка линии меднения и никелирования. Как отмечают специалисты, это новый и эффективный способ защиты от ржавчины. В Казахстане именно есть нехватка специалистов, которые бы занимались разработкой электрохимических технологий. И, собственно говоря, самих производств гальванических линий на данный момент в Казахстане очень мало. Проект был выигран в 2022 году. Была его реализация в течение 2023 года. Сейчас в планах университета до 2027 года возвести второй этап студенческого городка Казну. А пока ведется строительство трех современных общежитий на 1060 мест. В Тарас специальным авиабортом вооруженных сил страны доставили останки воина казахстанца Кадербека Даулиткулова. Фронтовик служил в рядах советской армии пограничникам. Спецборд встретили представителя регионального командования ЮГ. Останки бойца и некоторые личные вещи передали его родственникам. Похоронят воина на родной земле в Турарескуловском районе области. Эльдар Кизатуллин продолжит. В Тарас останки воина казахстанца доставили специальным военно-транспортным самолетом вооруженных сил Республики Казахстан. Его останки были подняты в ноябре прошлого года поисковым отрядом. Инотифицировать данные удалось благодаря вкладышу в смертном медальоне. Большая часть военной информации о фронтовике засекречена, так как в рядах советской армии кадробек Даулиткулов служил пограничникам. Известно лишь, что он погиб летом 1943-го в кровопролитных боях на Курской дуге. Россия, конечно, активно ведут поиски. Мы с ними тоже активно сотрудничаем. В случаях, когда во время раскопок полевых они находят останки наших казахстанских бойцов и смогли, допустим, идентифицировать его по тому же смертному медальону, то они присылают информацию нам в общественное объединение Атомном Аман-Ате. Мы здесь уже на месте. Начинаем активную рассылку по регионам, в поисках родных этого солдата, чтобы, как сегодня, доставить его на родину. Кадробек Даулиткулов создать свою семью не успел, но остались потомки его брата, которые живут в Тураросколовском районе области. Останки солдата передали им, и далее они будут захоронены с воинскими почестями на малой родине. Им также достались медальон, каска, саперная лопата и кружка героически погибшего предка. Даулиткулов Кадробек в 1941 году ушел на фронт. Их было три брата. До ноября месяца прошлого года он числся пропавшим без вести. Нам пришло известие, что нашли его останки. Мы благодарны за это. К слову, за последние годы, благодаря совместной работе Казахстанского общественного объединения и российских поисковых отрядов, в республику доставили останки 19 солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ильдар Гизатуллин, Галамжан Асинбаев, телеканал Алматы, Тарас. И на этом наш выпуск завершен. Мы с вами прощаемся. В студии для вас работали Алия Абитова и Диас Махамбетов. А я напомню, интересными новостями вы можете делиться по номерам, указанным на экране. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова